Камиль Сен-Санс Камиль Сен-Санс Камиль Сен-Санс Камиль Сен-Санс Что могло так долго приковывать внимание к одной болезни, о которой, казалось бы, не слышали веками? Смотрите, обратимся к древнейшим письменным источникам, потому что почему бы нам не обратиться к древнейшим письменным источникам? Это всегда происходит на таких мероприятиях. Попрошу, мы все-таки имеем дело с серьезной литературой. Это, между прочим, священный текст, друзья мои. «И отяготела рука Господня над изотянами, и Он поражал их и наказал их мучительными наростами в азоте и в окрестностях Его». «Книга царствия», цифра 6, вы все знаете, что это значит, конечно. Нет? Ну, если что, это первая страница, так что вы найдете соответствие сами. Довольно интересный отрывок, помимо того, что он оказывает очевидным образом на симптоматику чумы и в обонной чумы, что мы видим здесь еще? Мы видим здесь азотян. Это не то, что мы обычно видим в школьных учебниках по истории, правда? Как и город Азот. Но на самом деле, при ближайшем рассмотрении, все оказывается довольно просто. Азот — это современный город Аждот в Израиле, ранее филистемлянский. В переводе с древнегреческого его название означает «безжизненный». И как вы думаете, назывался ли он «безжизненным» до того, как с ним случились все вот эти ужасные события? По-моему, ответ очевиден. Ну и кто переправил мою презентацию? К сожалению, я не смогу вам показать, как он выглядит сейчас, потому что кто-то переправил мою презентацию. Но на самом деле это не так важно. В этом отрывке мы видим первобытный примитивный ужас малоразвитых цивилизаций перед божественными силами. Но могли ли быть такие ужасные, настолько ужасные разрушения, что в честь них даже город и его жители назвали безжизненным просто случайностью? Неужели это могло быть чем-то большим? Естественно, современная наука, в отличие от всяких религиозных шарлатанов, предполагает, что никакого участия руки Господней здесь нет и не было. Потому что мы везде наблюдаем повсеместно, да, абсолютно следы более развитой цивилизации. И первая же вспышка чумы, описанная в Библии, естественно, описывает более древние события, чем просто раннюю иудейскую историю. Как вы видите, это просто везде. Просто везде доказательством нельзя сопротивляться. Мы предполагаем, что это техногенная катастрофа. Но кто эти перволюди? Кто это протораса на осколках чьей цивилизации? Мы, не побоюсь, этого слова паразитируем. Я, правда, на острове Пасхи не паразитирую, но, возможно, кто-то это все-таки делает. Нет. Есть, есть. Вы все знаете эти теории, да? Все знают теории про великанов, про их постройки, вопросы, почему им нужны были такие большие здания. И все, очевидно, знают, что в 19 веке они вымерли, сравнявшись с обычными людьми. Мы не будем возвращаться, это восьмой класс. Современная наука, в отличие от религиозных мургобесных шарлатанов, я напоминаю, предполагает, что прото-людьми все-таки были газовые формы жизни. Вы помните Азотян? Впрочем, для нас по-настоящему важно не то, какую форму принимали эти древние представители древнейшей, невероятно сложной цивилизации, а, несомненно, куда более разумные цивилизации, более ответственные за нашу с вами планету цивилизации, чем мы. Нас интересует то, на что они были способны. И в первую очередь нас интересуют их навыки в области терморфирования, изменения облика Земли. Ну, то есть, во-первых, мы все понимаем, что на Земле нет гор. Все горы — это спиленные леса, это тоже известная достаточно всем старая теория. И, согласитесь, это невозможно провернуть без антропогенного фактора. Кроме того, тектонические плиты. Тут тоже доказательства довольно простые. Если это просто природные явления, то зачем они состыковываются, как какая-то мозаика, если это не использовать? И, наконец, главный вопрос — откуда взялись пустыни? Люди говорят, что они высохли или их вытоптали. Вытоптали. Вытоптали, простите, да? И они говорят, что вот это неправдоподобно. Моря не высохли, степи не высохли, а пустыни высохли. Хорошо, я не буду это комментировать. Вернемся к историографии. Мы наблюдаем три основных пандемии чумы. Это есть унианого чума на территории Восточной Римской империи в VI веке, по-восьмому веке нашей эры. Это знаменитая Черная Смерть, XIV век. И это третья пандемия чумы, для которой не придумали особое название, потому что никого не интересует Индия и Китай. Очевидно. Некоторые предполагают, что чума — это биологическое оружие. Осада Кафы ханом Золотой Орды Джины Беком в 1346 году сопровождалась довольно странной акцией, я бы сказал, странным перформансом. Он забрасывал зараженных чумной бактерией коров из катапульты через стены города. Между прочим, подтвержденный всеми факт. Но почему это сработало, если это сработало? Не потому ли, что пандемия уже началась? Потому что знаменитый отряд 731 в Японии, знаменитый отряд убийц в белых халатах во время Второй мировой войны и тоже пытался создать бомбы с носителями чумы. Но, тем не менее, это не привело к новой эпидемии в Китае, потому что пандемии чумы на тот момент нигде не было. Дело в том, что, по всей вероятности, чума — это не просто болезнь и уж тем более не результат какого-нибудь заговора, и, конечно же, это не просто оружие. Я бы сказал, что это заложенный природный, природно-климатический механизм, заложенный кем-то намного более разумным, намного более ответственным, чем мы, который срабатывает в тот момент, когда человеческая популяция достигает своего предела. Если эти существа были способны влиять на планету так, как они это делали, и следить за ней, то следить за ней как с буквально собственным садом, то почему в этом саду не могло быть графика уборки? И, собственно, вот он, это знаменитый майянский календарь, это знаменитая метафора цикла, во всех мировых религиях встречается мотив конца света и его нового возрождения. Это не просто так. Кстати, по поводу майянского календаря, американские индейцы преимущественно вымерли от загадочных болезней. Почему? Не потому ли, что европейцы приплыли на новый континент, и там стало слишком много людей? Там кто-то рассказывал про иммунитет, да? Сколько можно верить этим басням? Итак, каждый раз, когда мы наблюдаем пандемию чумы, она сопровождается глобальными изменениями климата, например, расширением степных зон, из-за которых какие-то грызуны бегут или кочевники. И грызуны, и кочевники бегут из степей и разносят чуму по всему свету. Мы наблюдаем климатические катастрофы, извержения вулкана Этна, мы наблюдаем землетрясения, наводнения. Это все было и в XIV веке, и в VI, и когда угодно. Мы видим переход от римского оптимума к средневековому, когда на несколько градусов повсеместно падает температура, начинается конкуренция за сельскохозяйственные угодья. В общем, начинается страшный бардак. И вот он, главный вопрос. Глобальные климатические изменения, всеобщий бардак. Вы же понимаете, о чем я, да? Мы не просто на пороге. Что вы видите, когда летите на самолете? Вы видите облака. Скажите мне, почему вы видите облака? Что находится за этими облаками? И почему кому-то выгодно, чтобы вы не видели то, что находится за этими облаками? Московский смог. Смог над Пекином. Демография Москвы постоянно растет, как и многих других крупных городов. Откуда все эти люди? Отчего они бегут? Они спасаются бегством. Что производят бесчисленные трубы заводов, которые мы видим повсюду? Скажите мне, что? Все знают, что в России нет производства. Камон. Это же ресурсная экономика. Друзья, они производят небо. Небо. Автомобили? Все давно знают, что это самый неудобный способ передвижения по планете. По-вашему, для чего они еще нужны? И я уже молчу об этом. За этим дымом невозможно рассмотреть правду. Кстати, Венеция. Помните Венецию? Почему она тонет? Повышение уровня Мирового океана, глобальные климатические катастрофы и количество людей, которые туда бесконечно бегут. Это не туристы. Она просто просаживается. Конец близок, друзья. Куда так спешат скоростные поезда? Почему? Почему Сапсан делает остановки всего лишь в минуту между Петербургом и Москвой, чтобы вы ничего не успели увидеть? Если вы возьмете машину и поедете из Москвы в Петербург, мои друзья, вы увидите только выжженные пустые деревни. Там никого нет. Эти люди давно их покинули. Так же, как они покинули Детройт, Териберку. Атлантиду, друзья. Вы же понимаете, почему мы ее не замечаем? Потому что мы все время смотрим в социальные сети. Мы обновляем Инстаграм, мы обновляем Телеграм. Мы не видим, что происходит вокруг, потому что мы заняты черным зеркалом нашего смартфона. И вот она, точка отсчета. 2008 год. Уолл-стрит. Рынок недвижимости США рухнул в 2008 году. Самый стабильный рынок на планете, чего не ожидал ни один мировой банк. Как это случилось? Система кредитования недвижимости строится на марже, на разнице между выдачей кредитов и процентами сберегательных счетов. Чтобы банковская система рухнула, нужно, чтобы им перестали отдавать деньги за кредиты. Как люди могут перестать отдавать деньги за кредиты на жилье? Это самая стабильная часть бизнеса. Только если они не пользуются этим жильем. Только если в этом жилье некому жить, друзья. И в 2008 году мы видим презентацию LTE-сетей. Это тот самый 3G, которым мы пользуемся преимущественно все сейчас. И нового iPhone. По-моему, пазл сложился. 19 сентября. Авария на большом адронном коллайдере. И здесь я не буду ничего добавлять, друзья. Я хотел бы закончить не каким-то выводом, не какой-то резолюцией, не какими-то научными находками. Я бы хотел закончить призывом, друзья. Давайте теперь, когда мы видим, что катастрофа не просто надвигается, что мы живем посреди этой катастрофы, давайте, наконец-то, попробуем хотя бы на минуту отвлечься от экрана смартфона и справиться с чем-нибудь из наших общих проблем. Вместе. Егор Зырянов, ваши аплодисменты. Егор, отлично. Отличный, отличный прям доклад. Ты когда говорил, у меня прям мурашки за кулисой. Конец близок. Да. Если кто-то еще хочет задать вопросы, пожалуйста, поднимайте руки, наши волонтеры к вам подойдут. Только я прошу вас вставать, мы ведем интернет-трансляцию и вас должно быть видно. Да, пожалуйста. Меня зовут Матвей. Я просто в прошлый раз не представился. Это очень полезная информация. Я хотел узнать, как бороться с этим перенаселением, с тем, что у нас все больше, чтобы чумы больше не появлялось, как судные ночи устраивать, колонизировать Марс, океан? Нет, 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 нет. Это очень простые решения, они слишком очевидны. Во-первых, нужно заниматься алхимией. Смотрите, у нас есть мировые правительства, мировые заговоры, которые очевидным образом скрывают от нас, что конец уже близко. Абсолютно. Следовательно, нам нужно обратиться к их вечным противникам, алхимикам, тем, кто всегда противостоял масонам. Это граф Сан-Чермен, это знаменитый Казанова, это Владимир Ильич Ленин. Ну, в смысле, серьезно. Российская империя. Вы помните, великим магистром какого ордена был император Павел I? Мальтийского. Правильно, да? Правильно подсказывает мир в зале. Мальтийский орден. Российская империя. Французская империя. Это все очевидно масонские державы. Что хотел добиться Владимир Ильич? Не более, чем свержение этого ужасного, всеохватывающего контроля над разумом, который в итоге и привел нас к катастрофе. Дело не в каких-то поисках философского камня. Я уже молчу о том, что здесь у вас на Красной площади лежит, конечно, вовсе не он. Очевидный муляж. Потому что все знают, что Ленин сменил имя Владимир на имя Джон, а фамилию практически не менял и умер совсем другим. Поиск истинный. Поиск истинный. Вот что нас спросит. Простите за мой глупый вопрос. Мне очень стыдно. Я не понял просто. Это популярный формат, поэтому... Матвей, это здесь так надо. Расслабьтесь. Ну что, второй вопрос. Пожалуйста, встаем, представляемся. Добрый день, Вячеслав. Спасибо за лекцию. Вы открыли мне глаза. Вы смотрите вверх. А, да, я вижу. Мама, я в телевизоре. Вопрос прикладного характера. Как вы думаете, поможет ли маска чумного доктора при эпидемии птичьего гриппа? Спасибо. Вам это на зиму нужен ответ, правильно? Слушайте, но я точно знаю, что маска чумного доктора спасет вас от обезвоживания при перелете на самолете, потому что у вас будет конденсироваться пар, и таким образом вы потеряете меньше влаги в сухом кондиционированном воздухе. Меня этому научила Евгения Тимнова. Не то, чтобы я часто висел ее в маске чумного доктора, но это немножко неудобно, если вы летаете на авиакомпании «Победа», например. Будете постоянно задевать собеседников. Но от этого она вас точно спасет. Я все-таки не врач, а историк. Я не могу комментировать ее терапевтическое действие. Спасибо за ответ, Егор. Спасибо. Ну что, вопрос номер три, пожалуйста. Представляйте. Простите меня. Здравствуйте. Меня зовут Ярослав. Вот у меня вопрос. Смог над Пекином, да, но исторически всегда скрыт был туманом Лондон. Как вы думаете, что там спрятано, и почему это так старательно скрывается от нас? Знаете, что бы не было спрятано в туманах Лондона, это давно забрал с собой в пучину истории великий лондонский пожар. Жаль. Это все, что я могу сказать об этом. Спасибо. Давайте четвертый вопрос. Хорошо идет, по-моему, да, Егор? Ладно, давайте. Давайте. Четвертый вопрос, последний. Да, пожалуйста. Кстати, вы говорили о том, что чума приходит туда, где много людей. Поможет ли нам справиться с эпидемией, иммиграция в Гренландию или на Аляску, и как скоро мы все умрем? Ну, во-первых, конечно, не поможет. Мы принесем ее с собой, куда бы мы ни шли. Это очевидно. Во-вторых, Гренландия, Аляска требуют... Во-вторых, там уже есть люди. Возможно, они еще остались. На самом деле мы не можем быть в этом уверены, правда? Как скоро мы все умрем? Ну, если мы не примем мер, то это произойдет буквально... Я вот, например, немедленно, если мы не примем каких-нибудь мер. Меня расстреляют за превышение хронометража. Мы не можем вам дать ответ на этот вопрос. Сударь. Это было не дипломатично. Ну, тем не менее, спасибо большое. Егор Зырянов, ваши аплодисменты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!